друзья подписчики всем огромный привет с вами юджин влог в общем кто недавно смотрел мое видео небольшие покупки по фото видео тематике я вам там говорил как бы анонсировал что тогда же заказывал с того же магаза вот этот акционный набор мест хаб и нас термостат от гугла но в той посылке их не было не пришли вот в отдельной посылке по причине заказа я давно хотел заказать вот этот современный какой-то не обязательно нес ну любой вот этот цифровой термостат которую можно управлять через телефон через приложение через хаб ну то есть любое что-то более-менее разумная потому что обновить свой он хоть и работает но настолько старинный что там очень неудобно водить эти программы их менять и постоянно надо пользоваться инструкция пару раз пытался но потом у меня обратно все это приходилось сбрасывать и начинать сначала в общем в итоге так у меня сейчас эта система работает что я вручную просто делаю там холоднее теплее когда мне надо и это реально напрягает потому что ну ночью люблю спать чтобы было похолоднее не люблю спать в ухоте днем когда как ну иногда хочется пожарче иногда прохладнее тоже понимаете каждый раз ходить к термостату вручную это регулировать абсолютно неудобно хотелось как бы ну и не только знаете ситуация бывает например ты уже вообще легкая спать и тут ты вспомнил что короче не уменьшил эту температуру надо опять вставать включать свет по темноте идти через вестрейдер спросу не искать опять термостат регулировать в общем почему я не покупал ну как цена была достаточно дорогая на них а сейчас вышли новые модели то есть это получается это понимаю самая старая которая была у них еще с 2 более новых и плюс акция то есть по цене я не помню говорил вам не говорил весь этот набор стоит 99 99 ну короче 100 долларов грубо говоря в общем но это не супер дешево то есть если например покупать на ebay или там где-то искать можно по акции найти за 65 хапы за 65 термостат 130 получится если покупать на гугле то там только термостат стоит сейчас именно сотку у 99 а таком 129 хабы не знаю по моему так 65 на гугле и стоит по акции в общем если по оригинальной цене то 130 65 где-то 195 получается почти 100 долларов получается экономия поэтому я решил взять единственное в чем у меня были сомнения будет ли он совместимый с трейлером я не знаю не могу вам так сказать потому что google конкретно не говорит потому что зависит не только от вашего термостата зависит и от отопительного устройства и зависит от того как она подключена какие провода задействованы поэтому ну придется пробу в крайнем случае не подойдет пригодится в это самое в каролину или в один дом или другой куда-то он по-любому должен будет встать потому что там системы более современной там менялись а вообще как бы в америке вот эта система речь ваг до управления кондиционером и утоплением она практически везде одинаковая во всех домах во всех квартирах во всех трейлерах в рвишках где бы там ни было там она все делается по какому-то стандарту и получается что у вот эти вот новые да оказалось бы девайсы которые уже там вайфай там блютуз цифровое android все равно несовместимы вот с этими еще получается даже там старыми 60-70 годами и ну то есть как с тех времен практически ничего не менялось были более старые там системы на 100 вольтовые по моему сейчас все это управление 24 вольтовая по моему на всех ну я могу ошибаться поэтому потому что в этой теме не специалист ну из того что я понял что практически там с 90 процентами даже старых систем можно этот в америке ну просто купить и самому поставить если привлекать специалистов то наверно в любую можно засунуть то есть это имеется ввиду что можно его поставить без прокладки каких-то дополнительных проводов без серьезных каких-то изменений единственное в чем я тоже так немного изучал я понял проблема может быть с подачей питания на некоторых устройств но эта проблема есть только вот в этом самом первом девайсе а в других которые у них есть более дорогие там еще есть два термостата других видят более новой в других я так понял той проблемы с этим с подачей дополнительного питания не бывает из видите вот хаб к примеру второе поколение а вот этот термостат здесь не написано поколение но это самый старый я понял который был наверно поэтому он как бы на скидке тоже устройство достаточно старая я не знаю наверно хабы не будем сейчас распаковывать потому что здесь особо нечего смотреть здесь все понятно это типа планшетка включаете его в розетку и подключаетесь специальному приложению то есть здесь может быть голосовое у вас управление по моему ну как тачскрин тоже работает вот это вообще вся система nest да кстати почему я все-таки решил с ней связаться потому что на самом деле там очень много возможностей уже сейчас понятное дело есть там всякие китайские аналоги и других каких-то брендов но понимаете как бы не факт какая у них поддержка как они будут развиваться какое количество устройства не будут поддерживать google все-таки как бы есть google и они продолжают разрабатывать новые устройства расширять как бы эти линейки у них как бы служба поддержки нормальная и по ремонтам и по вопросам и как бы они занимаются android дам короче всем что с этим связано поэтому как бы неохота связываться знаете соединять в одну как бы систему кучу разных каких-то производителей с разными приложениями там здесь же как бы она у вас вот это я не пользовался никогда поэтому не знаю но как я понимаю вот это nest это переводится с английского гнездо это все как бы вот эти детали мест это как бы все части умного дома и на там есть у них ну из простого например есть видео глазки есть камеры видеонаблюдения вот кстати я про них тоже думал и возможно что даже возьму себе буду еще думать изучать на них сейчас тоже кстати есть акция но они не особо дешевые потому что они только релизнут и то есть были старые там у них какие-то камеры раньше сейчас их уже нет в продаже ну может где-то вы можете купить но на гугле нету у них есть сейчас новые камеры которые они только выпустили в августе этим летом получается в этом году эти камеры универсальные они для эндуро и для удура с магнитными креплениями достаточно здоровые со своей встроенной батареи которые хватать может там вплоть до полгода смотря какая у вас активность как часто камера включается ну по датчикам движения еще то как долго происходит длительность там этих событий которые она записывает вот плюс получается эти все камеры все эти устройства вода из серии nest вы можете их собирать как бы в единую такую систему которая будет функционировать как все же одно целое то есть здесь на этом же хады вам будут приходить там позже можете просматривать свои все камеры здесь же вам там какие-то напоминания будут приходите ну и та же самая программа у вас будут стоять в телефоне и как бы из любой точки мира вы можете посмотреть камеры что у вас нам происходит или что происходило в последнее время это то что все вы можете как бы купить и сделать все бесплатно все у вас будет работать плюс тоже еще один из аргументов в пользу почему я все-таки думаю склониться к этому месту ну во первых как бы не как бы до оригинальные цены дорогие но постоянно на праздники есть хорошие акции особенно когда новые модели выходят старые можно прикупить по дешевке или вот как например это акция еще не думаю что это дорого за термостат и за х потому что обычно это термостат самый дешевый стоит двадцатку вообще с там с тремя кнопками как вот такой старинный без всяких экранов без вай фай там без ничего наподобие такого как у меня вот но у меня с экраном из программирования моя говорю вообще самый самый простой стоит 20 а здесь получается это ну один из самых современных получается вот да но я не об этом то что у гугла есть еще подписки на как бы получается ну вот на этот мест как бы на сервисе то есть там вы можете подключить там 6 долларов в месяц и у вас там будет расширяться возможности и длительность там хранения вот этих вот записей плюс там будет какие-то дополнительные функции вот так в этих камерах уже есть как бы и микрофон и динамик то есть вы можете через них разговаривать то есть можете возле двери повесите кто там подошел вы увидели там почталью например ножки с кем-то поговорить или просто кто-то к вам пришел но сейчас коронавирус на вам не хочет выходить заражаться можете разговаривать через эту камеру ну или есть эти глазки пойду по моему у них там много-много всего сейчас есть я все я весь их не ассортимент этого места не рассматривал вот но идея как бы хорошая как бы вот о чем я говорю чтобы не тратить много времени или головной боли там просто покупать вот это место бы собирать вот в одну систему ну так пока подумал вот ну как бы камеры мне честно говоря понравились то есть они снимают и днем и ночью у них там есть система распознавания животных лиц там машина искусственный интеллект ну то есть все 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 что как бы сейчас существует все у них есть плюс они беспроводные но также у них есть возможность подключать их проводами и тогда их они надо будет не подзаряжать вот и есть вообще какая-то там у них дорогая премиум подписка она уже там включая там короче туда и подключаются и датчики всякие у них есть в этой системе местом датчики дыма датчики гарри датчики там потопа еще чего-то то есть можно все эти датчики пособирать все это тоже сюда же подключите можно подключить к этой системе и тогда там автоматически будет вызываться там пожарная или полиция или его что-то такое если счет происходит но это как я понял тоже не сильно короче не исследовал но цены там достаточно адекватные то есть даже если за самую дорогую эту подписку google оплатить например 12 долларов в месяц то самая дешевая охрана насколько охрана эта система насколько я знаю она стоит 20 чем-то там по моему 27 ну может 20 25 но вот такие цены даже меньше 25 я по моему мне ни разу не встречалась в общем друзья давайте я эту штуку пока не буду смотреть почему потому что я не знаю заработает ли у меня вот это я еще давайте откроем посмотрим с этим хабом я не знаю напишите в камниках надо его вообще смотреть обозревать потому что устройство реально простейшая и думаю тень ну не знаю интересно но мне интересно больше это и сам про него особо не знаю короче вот написано google нас термостат включена термостат две полторы вольтовые батарейки короче бейсплейт блин я вам покажу еще не видно бейсплейт эта фигня которая она прикручивается и значит понятно крепеж то есть болты сделаны во вьетнаме вот ее модель меркури фри это без содержания получается меркурия работает с большинством вот видите 24 вольтовых систем включая газовые электрические масляные форст р с переменной скоростью хитпамп ну хитпамп это вот на улице такие стоят серый типа как у меня тишу в каролине вам показывал радиант ну то есть практически со всеми она совместима как я люблю там 90 с чем-то процентов совместимость как с новыми так и со старыми то есть тут даже с масляными это самое ну вот с этими которые раньше были на жидком топливе там на мазуте работали помогает сохранить энергию легко установить сетап настроить и использовать управляйте отовсюду с программой google home да там еще есть вот в них проблема но это тоже к этой тематики сейчас не относятся и думают не то что большая проблема просто надо внимательно тоже смотреть у них вот эта система nest но есть девайсы которые они совместимы с местом с google home несовместима есть наоборот которые там совместимы с google home а с местом несовместимая есть которые там и там совместим тоже это сложно понять как она у них там работает я пока не разбирался вот но короче не знаю со временем если я что-то еще узнаю расскажу вам короче вот такая штучка такая штучка она еще видите как и зеркало работает так ну вот они стоят тут батарейки google сайз алкалай новой полтора вольта еще понятно батарейки это контакты короче все термостаты устроены так что сама ну как бейсплейт называется вот эта фигня она прикручивается к стене термостат всегда можно снять мой старинный термостат он сделан точно так же ходим на хрен знает вонки их 70-х или 80-х годов он точно также сделан то есть он просто тянется и снимается остается ну там или со штырьками или с отверстиями вот это основание остается сам термостат снимается он всегда так сделал получается тоже как оно было миллион лет назад так и в этом самом современном сделано ну это просто прокладка какая-то вот такие здоровые шлупы здесь вот она сама это бейсплейт и вот инструкция как настройки так зайдите ну скачайте понятно google home набор добавьте плюс добавить термостат следуйте инструкции что у нас включен у так значит термостат бейсплейт вот это вот фигня называется бейсплейт вот таким она образом здесь есть видите в ней еще маленький пузырьков уровень чтобы вы ровно и и поставили саморезы здесь написано вы можете связаться с установщиком но это то что и денег но сейчас тоже акция есть на google и 50 долларов типа скидка то есть если как бы установщик там двумя 200 баксов заплатить и google как бы 50 вам вернет 0 ему заплатит вам вернет короче не знаю как это работает вот такие наклейки это для того что когда вы свои провода соедините от старого термостата если они ничем не помечены чтобы не забыли что это за провода чтобы на них наклеили вот эти наклейки вот и гарантия и это наверное инструкция да да здесь у него touch bar вот он видите находится по кругу и я так понял что вы просто по нему проводите вверх-вниз и у вас температура будет здесь меняться там градусов вот так вот показывать видите вот температура установлена на 70 ну 70 по фаренгет у них это около двадцатки в градусах и вверх вниз вращаете меняете температуру короче здесь будет показывать также какие-то режимы что у вас идет нагрев или охлаждение будет показывать какая температура сейчас и на какую выставлен термостат бум-бум-бум-бум сохраните энергию но можно запрограммировать чтобы он напоминал кого нужно воздушные фильтры менять и такое все это тоже все в принципе важно и вот нарисовано какие у него режимы есть то есть нагрев по таймеру просто вентилирование холд это поддерживает температуру фан это просто вентиляция без без нагревания и охлаждением я не знаю должно охлаждение но это зависит все вот от этих вот ваших контактов которые я вам показывал уже в термостат она подключается все какой-то из этих там охлаждение идет какой-то там нагрев идет я честно говоря не знаю у меня по моему есть вот эти вот дабы в р с его что-то такое но я тоже так честно говоря по памяти уже не помню вот ну все друзья не буду вас больше загружать видео вроде а эту штуку не посмотрели ну и здесь как получается то здесь вообще все очень просто она туда вам даже крутить ничего не надо вот она на пружинах видите то есть вы провод зачистили туда всунули как он помечен туда и суете и и засунули пружины отпустили он зажался сам этот термостат он потом вот таким образом он потом надевается все вот он защелкнулся и точно также вы его и снимать вот сняли то есть прикрутили по уровню по надели работает да она работает не работает сняли что-то подкрутили короче буду пытаться сейчас подключать вот пока не прощаюсь не знаю может следующем видео ладно друзья пишите лайки ставьте каменты да благоволит к вам господь